Виртуальная правда Дюк Нюкем или Супер Марио Хотя у некоторых из них фанатов-то побольше, чем у живых звезд Мы поговорим с известными певцами, телеведущими, актерами И узнаем, как живые кумиры творят виртуальных На 3dami.games.tv.ru На прошлой неделе крупнейший, ну естественно после нашего Видеопортал GameTrailers выложил ролик грядущей GTA 4 В котором прозвучала песня Сереги Кингри Да-да, автор хита «Черный бумер» подался в автоугонщики Мы связались с прессой Ташепевца Анастасией Соловей И разузнали, как певец дошел до такой жизни 6 декабря на одном из крупнейших западных сайтов Появился ролик с самой ожидаемой знаменитой компьютерной игрой GTA 4, где звучала песня Сереги «Кингринг» Скажите, как вообще певец отважился на этот эксперимент? Ну, на самом деле, как бы это не первый опыт, скажем так Сереги сотрудничества с компьютерной индустрией Это такая индустрия компьютерных игр То есть до этого выходила еще игрушка Где тоже использовался его виртуальный образ И где использовались его песни Песня «Кингринг» звучала также и в фильме «Бой с тенью» По которому тоже была выпущена компьютерная игра Скажите, есть какая-то разница в работе с нашими западными издателями и продюсерами? Вы знаете, как бы нам сложно судить Поскольку наше сотрудничество и общение с ними, в принципе, сводится исключительно к каким-то договорным моментам Естественно, мы не стали возражать, чтобы музыка Сереги использовалась в этой игрушке Сложно судить об опыте работы, потому что как такового, в принципе, тебя не было И все-таки, положа руку на сердце, где больше волокиты? С нашими или с западными? А вот я могу сказать, что ни там, ни там особо волокита не было Меньше чем за неделю ролик посмотрели более полумиллиона человек Для интернета это рейтинг сопоставимым с рейтингом Первого канала в новогоднюю ночь Скажите, Серега не собирается на завоевание западной публики? На самом деле, как бы, некоторые шаги по завоеванию, скажем так, западной публики Он уже предпринимал в прошлом году Более того, он записал два дуэта с очень известными немецкими рэперами На эти песни были сняты видеоклипы, которые, в принципе, успешно ротировались на немецком НТВ Первого места, правда, не добрались, но в троечку входили Подробности об игре GTA IV пока что не разглашаются И, думаю, самый информированный человек, Серега, мы будем держать руку на пульсе Наш второй телефонный гость Телевизионная легенда прошлого и нынешнего века Борис Репетур, более известный зрителям программы Твинта Виртуалити под псевдонимом Бонус На счету Бориса множество театральных ролей Не раз он участвовал в звучании героев компьютерных игр И как раз сейчас работает над образом Линча Из игры Кейни Линч Отличного боевика Узнать о котором вы можете побольше из обзора на нашем сайте Добрый день, Борис Вы долго раздумывали, прежде чем согласиться на озвучку такого персонажа Особенно после театральных работ Наше дело не раздумывать Наше дело делать Линч – форменный псих и по поведению, и по диагнозу Тяжело было вживаться в эту роль И что вы для этого делали? Что касается Линча То все эти сложности, они выявляются, собственно, по ходу дела Хотя в этом случае я был заранее в курсе Потому что я знал, кто это, что это и что это персонаж Поэтому, скажите, Гамлета Сыграл Гамлета Скажите, кишечник точно так же с талантливого будет с иного кишечника Таких знатоков игр, как вы, в России, пожалуй, больше не сыскать Ну, разве что Гамойер Скажите, какой игре вы никогда не пожелали бы выйти на русском языке? А какой с удовольствием помогли? Но я бы переозвучил Макс Тейн Потому что в том варианте, в котором она была озвучена, ее просто загубили Во всяком случае, та русская версия, которую я слышал Она просто противоречила, собственно, концепции этой игры Напоминаем, что по-русски Кейн и Лич заговорят 28 декабря нынешнего года И мы с любопытством и нетерпением ждем этого события 29 ноября вышла русская версия знаменитой гоночной игры Need for Speed Pro Street Которую озвучивал актер, певец, телеведущий и гонщик Если кто не понял, это один человек Николай Фоменко Естественно, мы не могли не расспросить В смысле, мы могли расспросить Ну, в смысле, я позвонил и расспросил, и вот что я услышал Николай, игра выходит на самых современных игровых платформах А вы знакомы с приставками новейшего поколения? Как далеко по-вашему шагнул прогресс? Словами все равно это мне объяснишь Это просто смешно Ну, как день и ночь Это отличается, как день и ночь Действительно смешно У меня на втором этаже у детей PlayStation такой Я понял, Николай Внизу третий И передать разницу совершенно, ну, просто невозможно А если не видно разницы, зачем платить больше? Все лишнее детям Как работала с надозвучкой? Пойди, не отрывались от экрана Не то, что я сижу у кого экрана И смотрю на экран И говорю, что там вижу Это было бы смешно Это же компьютерная игра Это даже не фильм просто Поэтому, конечно, какая там Какой там смотреть? Ясно Многое переделывали Ваш поворот реле на левый полностью меняет историю Поворот реле на правый полностью меняет Поворот на дизайн Я понял, Николай, понял На три процента На один На восемь процентов Понимаете? На девяносто шесть Вы представляете, о чем я Да-да, спасибо Я представляю А насколько вообще, по-вашему, нужна русская версия Такой знаменитой гоночной игры? Русские, к сожалению Русские не понимают Ничего на мировых языках Не разговаривают Поэтому, к сожалению Приходится все озвучивать На русский язык И делать это с нуля Это очень трудно Да, как показывает жизнь И русские На русском языке не разговаривают Но мы рады, что для озвучки такой игры Пригласили настоящего гонщика Судьба этой серии в надежных руках Дорогие телезрители Не забывайте писать своим кумиром На правда, как всегда Собака GameZFizTV.ru И уже в следующий четверг Подпольная правда Порадует своих поклонников На славу Наша передача Совместно с телеканалом MTV Готовит вам особый новогодний сюрприз Хотя и виртуальный Но очень соблазнительный До следующей встречи Субтитры создавал DimaTorzok